Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, который вы задаете, у вас на самом деле очень такой подробный получился рассказ. Мне кажется, что действительно есть проблема чисто с эмоциональным интеллектом у вас, то есть чисто проблема с тем, чтобы выражать эмоции, чисто проблема с тем, чтобы описывалось то, что вы ощущаете, то, что вы чувствуете. Я понимаю вас, я понимаю, что вам тяжело и соответственно мне думается, что в первую очередь вам необходимо привести в порядок себя, привести в порядок свои эмоции, привести в порядок свои чувства, свои переживания, вот, научиться выражать их, вот, отстаивать их и проявлять их, вот. После чего уже вы сможете лучше взаимодействовать, собственно, с родителями, вот. Это первое. А второе, значит, я прекрасно понимаю, что вам всегда хотелось от родителей получить любовь и нежных, потому что вы были ребёнком, и ребёнку это, конечно, необходим, необходимо, вот. И я понимаю, что это вас очень сильно замкнуло в себе, то, что вот родители ваших так вот себя с вами вели. Другой вопрос, насколько вы сейчас с высоты своего возраста и опыта понимаете, что ваши родители это просто вот такие люди, люди, которые привыкли все свои чувства держать в себе или выражают их, но очень своеобразно. И в основе данного процесса, в основе данного искажения лежит восприятие реакции родителей, чисто по-детски, так, как будто бы с вами что-то не так, так, как будто бы у вас что-то не в порядке, как будто вы какая-то не такая. Вот эта позиция, которая была в детстве, потому что ребёнок вряд ли сможет по-другому воспринимать подобную эмоциональную отчуждённость, она осталась с вами до сих пор. И как бы ребёнок воспринимает холодность как отвержение себя, как отвержение своих чувств, отвержение своих эмоций, да, как отвержение всего себя. Так и вы сейчас до сих пор отвергаете себя, отвергаете свои чувства, отвергаете свои эмоции, отвергаете то, что вы чувствуете, ощущаете, думаете и, вероятно, хотите. При этом понятно, что остаются обязанности, при этом понятно, что остаётся долг, при этом понятно, что вырисовываются какие-то привычки. И получается, что вы, отвергая на постоянной основе себя, ну, по сути, ищете для себя подпорку. В этом смысле. И, ну, не находится, хоть и говорите, что пытаетесь работать, кстати. А дальше. Мне очень тяжело общаться с моими родителями, особенно с мамой. Вот с чем мама выделяется, да, скажем так, на фоне. Это вот очень важный момент. Они у меня хорошие люди, образованные, добрые. Хорошие, хорошие люди, это оценка. Образованные, ну, в принципе, тоже, можно сказать, оценка, хотя уже в меньшей степени. А добрые, ну, это тоже, тоже оценка. Такое ощущение, что, вот знаете, вы сказали, что вам тяжело общаться с мамой, да, допустим. Ну, с мамой, неважно, с вашими родителями общаться тяжело. Вот, вы это сказали, а потом, как будто, знаете, виноваты себя почувствовали. Да, виноваты себя как будто почувствовали за то, что, значит, ну, высказали недовольство. Какое там. Вот так это, ну, для меня это выглядит примерно вот в таком духе. Для меня это выглядит примерно в таком ключе. Вот. Как будто вы здесь вот себя почувствовали виноваты. Дальше, значит, так получилось, что отношения у нас с ними не сложились. Ну, это не так получилось. Это результат действий, результат действий ваших, результат действий ваших родителей. Это не так получилось, понимаете. Ничего не получается просто так вот из, ну, условно говоря, да, из ниоткуда. Вот. Если что-то происходит, ну, значит, это, в этого есть. Какие-то основания у этого есть, какие-то причины, причины. Поэтому я не думаю, что здесь уместно так получилось. Мы не ругаемся, все хорошо, но они далеко не доверительные, даже не особо дружеские. То есть вы имеете в виду отношения. Мы не ругаемся, но все хорошо. Вот, понимаете, мне кажется, что в вашем случае как раз-таки отсутствие скандалов не есть хорошо. То есть, когда вы говорите, что мы не ругаемся, все хорошо, вы, ну, вот, по моему мнению, да, вы просто как-то, знаете, подтверждаете вот эту вот позицию, да, не эмоциональности. Потому что скандалы, рубль, могли бы как-то вот вскрыть тот, ну, этот блок, да, этот блок, который стоит у вас, вот. А так, понимаете, ну, так просто все это продолжается. И вы говорите, что это хорошо. То есть, ну, я бы сказал, что это нехорошо. По крайней мере, для отношений ваших это точно не полезно. Абсолютно. С моего детства они много работали. При этом, грех жалко, что я их не видел, они всегда были рядом, не пропускали ни одного утренника. У меня это даже почему-то без сила. Сейчас я понимаю, что они просто физически приходились рядом и не более. Ну, вот здесь опять, вы как будто оправдываетесь, понимаете. Такое вот ощущение у меня на никому не возникает. То есть, значит, вы говорите, что грех жаловаться, но если вам, допустим, хочется пожаловаться, если вы хотите пожаловаться, что позволяете ли вы себе это сделать, у меня такое ощущение, что нет. Дальше. Они не пропускали ни одного утренника, меня даже почему-то это без сила. А без сила, потому что это было своего рода такой, знаете, обязанностью для ваших родителей. Это не было чем-то искренним. Я так вот полагаю, что это не было чем-то искренним. Это было, вот, по ощущениям, как вот вы это описываете, это было скорее, ну, это было скорее, знаете, как вот обязанности. Вот мы должны, как бы говорили родители ваши, мы должны, мы должны быть на этом утреннике. Вот хотим и не хотим, мы должны. И всё. Вот. И в некоторой степени это, знаете, такое вот советское, да, ну, советское воспитание, советское отношение. Ну, вот, когда, в общем-то, все вещи, какие только можно, значит, ну, подвергались регламентации. Дальше. Значит, сейчас я понимаю, что они просто физически находились рядом, не более. Я всегда хотелось, чтобы они были рядом эмоционально, надеюсь, вы понимаете, о чем я. Я, конечно, понимаю, о чем вы говорите. Правда, здесь история такая, что вы сейчас взрослый человек, вы сейчас, вот именно сейчас, вы взрослый человек. И именно сейчас, будучи взрослым человеком, вы, по идее, понимаете, что вот то, что вы хотели и то, что вы хотите, это всё понятно. То есть абсолютно понятно и нормально то, чего вы хотели, то, что вам хотелось. Но вопрос здесь, на самом деле, немножко в другом. Вопрос здесь заключается в том, что ваши родители никогда не могли вести себя по-другому. Понимаете, не могли вести себя и надо же. И в этом смысле требуется вы от них, по сути, невозможного. Вот здесь у меня, есть у меня такое ощущение, что вы и сейчас как будто были обижены на них за то, что они не относились к вам так, как вы хотели. Дальше, меня никогда не обнимали, никогда не говорили, что любят, и когда были моменты, когда надо было обняться, допустим, на день рождения, всегда была ужасная неловкость у меня и у них. А почему вы считаете, что на день рождения нужно обняться? То есть вот это как бы с вашей стороны тоже какая-то, знаете, ну какая-то натужность идёт в вот этой вот, ну, ситуации, вот этой вот истории. Это какая-то, знаете, вот натужность. То есть вот надо, вот обязательно нужно обняться. Обязательно нужно обняться. Почему обязательно нужно обняться? Это, ну, на мой взгляд, это вопрос. Потому что, если есть желание, да, то обнимаются. Если нет желания, то не обнимаются. Я понимаю, это вам хотелось проявление любви, я понимаю. Но раз вы об этом говорите, значит, сейчас, вероятнее всего, вы считаете, что родители, ну, могли себя так вот с вами вести. Вот, вы считаете, что родители могли. Вот, у вас есть обида на них, о чём я и говорю вам. Вот. Такое у меня возникает, такое у меня возникает ощущение. А они родители. Вот. Они, скорее всего, не могли, не могли вести себя никак по-другому. Вот. И вопрос заключается в том, насколько вы в этом, вот, отдаёте себе отсчёт. Да? Вот. Насколько вы, собственно, понимаете, что они не могли. Иначе. Дальше. Так. Была неловкость уже у меня и у них. Из-за чего? А вот, опишите свою неловкость. В чём ваша неловкость? Ребёнка мне всегда хотела сказать им, что я их люблю, но я не могла, мне было неловко, меня этому не научили. Вот, видите, здесь вы перекладываете ответственность себя на родителей. То есть, да, родители, может быть, вас не научили, но вы об этом ничего не пишете, поэтому я вам, ну, я вам поэтому скажу, да? Что, может быть, родители вас не научили, но родители вам этого и не запрещали. Исходя из ваших сообщений, нельзя заключить однозначно, что родители как-то вот не давали вам или негативно, там, подкрепляли признание в любви или выражение чувств ваших. Вот. Вы боялись им это сказать, вы боялись сказать им о своих чувствах и вам хотелось сказать о том, что вы их любите, но ребёнок, когда говорит «люблю», он хочет получить это «люблю» по отношению к себе. Вы, понятное дело, этого от родителей не получали, и именно потому, что вы не получали любви к себе, с их стороны, вы не могли сказать им о своей любви. Вот. Это история вполне нормальная, но нужно просто постараться назвать вещи своими именами. Вот. А то получается, что, как бы, родители ваши чувства подавляли. Вот. Может быть, это и так, но сейчас, в данном случае, это перенос ответственности вот именно с позиции вас, взрослой. Ага. Но мы общались с ними, мы же всегда рассказывали, как у нас дела за обедом или ужином, всегда всё делали вместе, но мне не хватало именно слов и нежности. Ну, опять же, вот смотрите, в некотором смысле, в некотором смысле, я бы сказал, что это немного выглядит неполно. Потому что, если родители ваши, вам никогда не говорили нежных слов, допустим, то как вам могло их не хватать, если их не было? Ну, получается, что вы где-то у кого-то, вероятно, ну, подсмотрели и начали сравнивать себя с другими. Отсюда это идёт, в таком случае. Дальше, сейчас мне 22 года, я живу в другой стране почти два года, и с каждым днём мне всё-всё тяжелее с ними общаться. Значит, ну, про то, почему вам тяжело с ними общаться, вы, в принципе, говорите далее. Вот. Я, наверное, вот на данном этапе я хочу просто спросить, а зачем общаться с ними, если вам тяжело? или зачем общаться с ними так, ну, как вот вам, например, не нравится? Да? То есть, ну, в ваших же силах общаться так, чтобы вам было легко установить свои границы, так сказать, установить свои правила общения. Что, 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 что я могу, что для меня подвалительно, что для меня неподвалительно, ну, соответственно. А то, а так, так, получается, что это родители сейчас виноваты в том, что вам тяжело с ними общаться. Вот. Родители, конечно, приложили к этому руку, к тому, что вам тяжело с ними общаться. Это правда. Родители приложили к этому руку. Но вы-то, как бы, мне показалось, обвиняйте их в том, что вам тяжело с ними общаться. Вот. Понимаете? Какая, какая ссора. А это уже не что иное, как перекладывание своей ответственности на их, вот. Спаситель. Что, конечно же, вам, ну, вот, доставляет только неудобно. Сплошные. Дальше. Родители. Особенно моя мама звонят, звонят, каждый день мне и ждут, и ждут, чтобы я им рассказал какие-то постоянные новости. Ну, вот здесь чувствуется ваша обида именно на маму. Чувствуется, что вы именно к маме имеете какие-то претензии. Вот. Опять же, хотел бы, хотел бы знать, откуда эти претензии. То есть, понимаете, вот, для вас норма поведения не та, которой придерживаются родители. То есть, как бы, вам не привили этого. Вас не научили подавлять эмоции, как раз таки. Они у вас имеют место быть эмоции. Если бы вас, эээ, научили подавлять, то, ну, скорее всего, вопрос, он, либо его не было бы вообще, либо он звучал по-другому. А такое же это, что эмоции, то, что у вас есть. Вот. И, собственно, ваши чувства, они, они тоже есть, вполне себе. Вот. Поэтому, тут как бы, в некоторой степени противоречивая история. Дальше, я им объясняю, что, вот, допустим, вчера я была с утра до пяти дня в университете. А в обед мы говорили час. Час в обед говорили. А зачем так много? То есть, знаете, вот, есть ощущение, что вы чувствуете вину перед родителями. Вина перед родителями, это обязанность. Потом я пришла домой, покушала, покушала, побежала на работу. Проработала до четырех утра и пошла спать. А, я еще не успела остаться от пещелого дня, как мне уже пишут, звонят и ждут, когда я расскажу, что у меня нового. Ну, так, это их ответственность, что они звонят, пишут и ждут. Это их ответственность. Это не ваша ответственность, а вы берете ответственность за них. Здесь. Так вот, граница. Граница ответственности, что-то. Не учитывается. В течение разговора этот вопрос, что у меня нового, звучит триста раз. Так у меня уже начинает трясти, когда кто-то спрашивает этот вопрос. Ну, логично. Это естественно. Это естественно, там такое ощущение, да, что люди пытаются жить, ну, как бы, за ваш счет, получается. И опять же, дело не в том, что вас спрашивают об этом. Дело в том, как вы воспринимаете данную историю, как вы относитесь к этому. Понимаете? То есть, какая история? Если вы, допустим, живете той жизнью, какой вы хотите жить. Если вы максимально, полно раскрываете свои возможности на данный текущий момент времени. Если вы, значит, выкладываетесь на полную, в том смысле, что не чувствуете, что ваши силы, ваши возможности простаивают, то нет проблем с тем, что в вашей жизни происходит нового. Но если вы не удовлетворены тем, что происходит в вашей жизни, то в таком случае, совершенно логично, что этот вопрос будет вас тяготить. Поэтому здесь я обращаюсь к вам, достаточно ли у вас нового для себя. Так, значит, самое ужасное не то, что мама меня не слышит, это делает разговор просто невыносимым. Ну, здесь вопрос про то, для чего вы рассказываете про, ну, что-то про себя. То есть, мама не слышит, а она должна слышать? А если да, то как она должна слышать? То есть, знаете, вот, такое ощущение, да, что вы делаете это через силу, через силу, жертвуя собой. И ждёте какой-то реакции, а её не следует, потому что её не должно быть, её не должно быть в принципе, мама реагирует так, как умеет. Но и вы при этом точно тоже собой жертвуете. Вот. Дальше. Я рассказываю что-то и нет реакции логичных вопросов. Ну, опять же, да, вот о какой реакции и вопросах вы говорите? У кого-то возникнет, у кого-то нет. Вопрос в том, для чего рассказываете вы. А, просто, просто реакция примерно ясна, понятна, а следующая новость. Я не могу так постоянно. Так и не надо. Тогда я просто не хочу, в принципе, ни с кем общаться. Я устал, хочу побыть одной. Ну, это нормально, это естественное желание. Ну, не могу, потому что мне же нужно поговорить с родителями. Зачем? Почему нужно? Кому нужно? Вот это вот, наверное, центральное противорище вашего текста. Мне же нужно поговорить с родителями. Как же нужно, если вы хотите побыть одной? Значит, поговорить с родителями, ну, не вам. А родителям нужно поговорить с родителями через вас. По сути. Дальше. Так. Если я начинаю резко отвечать, мама начинает плакать. Ну, это классический прием манипуляции. То есть, это просто манипуляция, мама манипулируется. Папа покупается на ее игру. Здесь вам про треугольник Карпмана нужно почитать. Треугольник Карпмана впереди в поиск и почитать. Я уверен, что много чего интересного для себя откроется. Так. Им же интересно, как я, что у меня происходит. Все интересно. Вот именно. Вопрос возникает, а почему им интересно что-то происходило? Мои родители остались не одни, и с ними живет моя сестра с мужем. Это очень плохо, что с ними живет ваша сестра с мужем, потому что сестра с мужем должна жить отдельно от родителей. Вот это наводит на мысль о том, что родители просто не живут своей жизнью. Они просто удерживают детей, чтобы за счет них проживать жизнь. Вот. Не свое, а их. Это вот привязка родителями детей. Не желают отпускать. Вот. Такая вот история. И опять же здесь как будто оправдывает. Как будто оправдывает. Вы оправдываетесь, но тут же говорите, моя сестра тоже жалуется на них. Говорит, что иногда чувствует, что поговорила не с мамой, а с вампиром. И что она не чувствовала этой любви от них никогда. Какой этой любви? Не очень понятно. Но как можно чувствовать любви, если ее никогда не было? С чего вы взяли, что любовь какая-то есть другая от мамы? С чем вы сравниваете и почему вы сравниваете? Звучит как то, что у вас же сестра так же обижена на маму, как вы. Но какие основания у этой обиды, если мама, я так понимаю, себе не изменяет, так же как и отец? Самое печальное для меня то, что наши отношения в детстве повлияли на меня и сейчас. Я была очень холодным к любви к человекам. Никогда хотелось, но я не могла проявлять чувства. Но этому можно научить. Это не так сложно. Просто поработать с вашими чувствами и научить вас чувства проявлять. Я готова была на все пойти ради человека, который говорит, что любит меня. Я это делала, вступая в отношения с людьми, которые просто умели красиво говорить эти слова. И обнимать время от времени. Ну смотрите. Вы говорите. Я готова была на все пойти ради человека, который говорит, что любит меня. Но себя вы не любите. Потому что вы не проявляете свои чувства. У вас нет чувств своих. Значит я буду питаться чувствами другого человека. Отсюда зависимым. Я это только недавно осознал. Сейчас пытаюсь по-другому смотреть на себя. Умею ценить, верить в себя, любить себя, обрести какой-то равновесие в себе. Слушайте. Ну вот тут работа нужна. Помощь. Помощь специалист. Так будет быстрее. И проще. Я знаю, что написал много всего в расспрос. Хотел бы получить ответ на следующее. Когда-то родители понять, что я могу не звонить каждый день. Так разговоры теряют любой смысл. Просто мучаюсь от них. Ну я думаю, что вам нужно соревновать свое чувственное ядро в этой ситуации. И вырезать его. После чего последует привычная реакция манипуляций. Вот. Что вам необходимо выдержать и продвигать свою позицию. То есть четко придерживаться своей позиции. Возможно, есть какие-то техники или просто советы о том, как в результате в любви кого-то. Это просто полюбить себя. Полюбить себя это принять себя. Принять себя это позволит своим чувствам быть, стечь и выражаться. Мне таки хотелось бы сделать отношения с родителями более нежными. Понимаете, вы здесь выделяете за скобки как бы отношения. То есть отношения это что-то, что находится отдельно от вас и родителей. Это в корне не так. Отношения это вы и родители. И нельзя сделать нежными отношения с родителями. Вы можете более нежно относиться к родителям. Для того, чтобы более нежно относиться к родителям, нужно их принять. А чтобы их принять, нужно принять себя. А дальше так, чтобы можно было и обнять просто так, и просто поцеловать их, или сказать, что люблю. Да, это всё можно, как только вы научитесь выражать и проявлять свои чувства, принимать их. Это всё станет возможным само собой. Я сама не могу себя переделить и решиться, хоть мне очень хочется. А вот интересно, вам хочется это для себя или хочется это для них сделать? То есть нет ли здесь эгоистичного начала? То есть если у вас есть любовь к родителям, всё мешает вам проявить эту любовь к родителям. Ну просто, что плохого-то будет? То есть что в этом страшного? Что? Ладно, если родители вас ругали, там, принуждали, принижали, обесценивали, но этого ничего вы не пишете. Получается, что вы боитесь только неловкости. Но неловкость возникает всегда, когда возникает ситуация, в которой нет готового решения поведенческого. Получается, что вы боитесь спонтанности. Если вы боитесь спонтанности, то спонтанности нужно учиться. Опять же, в спонтанных случаях просто опираются не на разум, а на чувства, и поступают так, как велят они, а не чувства. Не боясь при этом получить, ну, отрицательный негативный опыт. В Кобром нет ничего плохого. Вот. Ну и вот эта немного странная формулировка. Я её не очень понял. Мол, хотелось бы сделать отношения с родителями более нежными, чтобы можно было просто обнять их, поцеловать и сказать, что люблю. Я сама не могу себя пересилить. А кто должен себя пересилить и решиться? Кто? То есть не очень понятно, что вы имеете ввиду. То есть если вы хотите научиться проявлять свои чувства и выражнять то, что вам хочется, в этом можно помочь. Но сперва желательно определить, что вам хочется. Вы эти чувства хотите проявить для себя или для них? Потому что пока это непонятно. Вот. В целом, родители, вот именно по отношению к родителям, хочу сказать, что родители нужно оставить от них. Вот. Мужу и сестре желательно сепарироваться от них. Потому что ничего хорошего из такого совместного проживания не будет. Вот. Потому что родители, они не изменятся, они уже такие, они и будут такими. Можно просто научить их уважать себя, своё мнение, свою позицию. Но для этого нужно неоднократно эту позицию и мнение отстаивать. Для чего необходима уверенность. Которая опять же подкрепляется чётким единством ваших чувств. Не противоречия, а единством. А пока вас конфликтует, хочу и нужно. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.